Если владелец земельного участка не пользуется им и не хочет платить за него налоги, то он может передать свой огород в муниципальную собственность. Для этого необходимо подать заявление об отказе в Росреестр. Это можно сделать через МФЦ. Если же у человека есть правоустанавливающие документы, это как правило до 2000 года, и право собственности не учтено в Едином государственном реестре прав на недвижимость, то ему необходимо захватить с собой документ для подачи заявлений. Это может быть распоряжение администрации соответствующего года, там 90-е года, либо свидетельство о праве собственности 92-го года выдавали такие. Если старые документы затерялись, то их можно запросить в администрации или в БТИ. С момента прекращения права на земельный участок налоги и членские взносы бывшему владельцу больше не начисляют. Но стоит обратить внимание, если у вас до этого времени накопились долги, то выплачивать их все равно придется. При наличии долгов на земельный участок отказ от земельного участка, он возможен. То есть отказались от права собственности на земельный участок, но при этом обязанность по оплате начислений, значит, она сохраняется, и, соответственно, человек уже их может оплатить добровольно после даже прекращения права собственности. Либо принудительно также после прекращения права собственности. Это в зависимости по ситуации. Если право собственности на земельный участок не зарегистрировано, но у вас есть членская книжка, то отказаться от права пользования можно, написав заявление в садоводческое управление. В этом случае огород перейдет садоводческому товариществу. А земельные участки, которые владельцы решат передать городу, реализуют в рамках социальной программы для многодетных семей. По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города в 231-й кабинет или по телефону 990-37. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.